Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Вот в средствах массовой информации прошла такая тавтология о Самарской таможне. 100 тысяч контрафактных товаров выявили. Молодцы! Но нас сегодня интересуют те изменения в таможне, которые влияют на деятельность малого и среднего бизнеса или, проще говоря, госреформа надзорных органов. И мой собеседник, начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров, подполковник таможенной службы Рустам Тунтаев. Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли! Вот, когда мы говорим, а мы не первый раз говорим о реформе госконтроля, мы всё время говорим одно – основная задача – это уменьшить давление на бизнес. Правда, представители силовых и иных структур всегда добавляют. Здесь главное, чтобы бизнес понял – давление уменьшается, но закон нарушать никто не позволяет. Я думаю, вас это касается точно так же. Да, это непосредственно нас тоже касается. Конечно, мы также, как и другие органы исполнительной власти, участвуем в реформе контрольно-надзорной деятельности. Эта реформа на нас тоже касается. В этом году, в 2018 году, вступил в силу Нового таможенного кодекса, Евразийского экономического союза. Безусловно, вступление в силу данного кодекса упрощает, облегчает жизнь участников внешнеэкономической деятельности. Не такое большое количество государств. Сразу пяти государств. Это и упрощение декларирования, выпуск товаров. То есть, у нас будет электронное декларирование в таможенных органах. Проще стало следить за всем процессом. Да, проще стало следить за теми процессами, которые связаны с декларированием, перемещением товаров. Потому что все это сейчас в автоматическом режиме производится. Практически, должностное лицо таможенного органа, можно сказать, с участником внешнеэкономической деятельности. Лицом, который перемещает товары, лицом к лицу не сталкивается. Все это по автоматизированным каналам связи поддаются декларации. Декларации автоматически регистрируются. В перспективе будет автоматическая выпуск декларации. Это как бы убирается такой элемент коррупции, я бы даже сказал. Когда инспектор приходит к бизнесмену, предпринимателю, и все равно какое. Это может быть таможня, это может быть пограничная служба или кто-то еще. Все равно. Здесь убирается элемент коррупции, потому что нет непосредственного контакта между должностным лицом и лицом, который перемещает. Хотя про коррупцию мы еще попозже поговорим, да. Хорошо. Вот смотрите, одна из самых таких вещей, которые обращают на себя внимание, это рискориентированный подход. Вас он ведь тоже касается? Ну, Самарскую таможню, в принципе, и таможенный орган Российской Федерации такой подход касается, потому что дальнейшее совершенствование контрольно-надзорной деятельности, оно в основном ориентировано на риски, на управление рисков таможенных органов. Данное направление направлено на повышение эффективности как по выявлению, так и по пресечению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, которые незаконно перемещаются через таможенную границу, в отношении которых не уплачиваются таможенные платежи или не соблюдаются запреты и ограничения. Ну, тут там смещается, насколько я знаю, после выпуска товара. Да, да, да. Внимание смещается. Здесь следует отметить, что таможенный контроль с этапа декларирования, когда происходит декларирование товара, совершение таможенных операций, он смещается на контроль после выпуска. Данное смещение позволяет обеспечить, во-первых, тем негативным процессом, который происходит во внешнеэкономической деятельности, связанный с незаконным перемещением товаров. То есть это не создает дополнительно каких-то барьеров при перемещении товаров через таможенную границу. Конфликты исчезают. И конфликты исчезают. А уже на этапе после выпуска, когда товар выпущен, он проводит контроль после выпуска и выявляет стильные нарушения. Конечно... Это во взаимоотношениях с иностранными контрагентами упрощается, на самом деле, процедура. Да, да, да. Упрощается и во взаимоотношениях с иностранными контрагентами. Здесь и повышается инвестиционная привлекательность нашего государства. Потому что деятельность таможенных органов, да вообще практически всех государственных органов при внешнеэкономической деятельности в первую очередь должна быть направлена на упрощение, ускорение перемещения товара. Чем быстрее товары через таможенную границу перемещаются, тем это положительнее влияет на экономику. Задача какая? Как можно быстрее, чтобы через границу товар перешел, как можно меньше суеты с заполнением различных деклараций и всяких остальных бумажек, да? Да. Потому что как только припоны, большое количество припонов начинают думать, а стоит ли везти товар. А для нас это важно. Ну, конечно, количество документов, которые представляются при декларировании переперемещения через таможенную границу... Оно, может быть, и не уменьшилось? Оно уменьшается. А уменьшается, да? Постоянно уменьшается. И с новым кодексом, и предыдущим кодексом таможенного союза... Ну, и реформа направлена на то, чтобы все это было меньше. Да, и реформа направлена на то, чтобы уменьшить количество тех документов, которые представляются в таможенном органе. То есть, такая работа, она проводится и реализуется. Смотрите, начали мы про документы говорить. Про чек-листы очень много говорят в последнее время. Я не знаю, у вас они уже вводятся или пока только в стадии разработки? Здесь в данном направлении, конечно, проводится работа по оптимизации обязательных требований, которые предъявляются при перемещении товаров. При этом в данной работе ключевым остается то, чтобы исключить дублирующие какие-то избыточно обязательные требования, которые были или предъявляются к участникам внешнеэкономической деятельности. То есть такая работа, она последовательно, планомерно. Пока просто в процессе. Потому что я просто объяснил, что такой чек-лист, я думал, вы скажете, это на самом деле определенный перечень документов, которые необходимо предоставлять проверяющим. Все равно, кто это, таможенный инспектор, я не знаю, представитель другой какой-то федеральной структуры. И тот перечень документов, которые в этот чек-лист входит, то инспектор, проверяющий, он не может ничего требовать сверх того. Конечно, и при декларировании, при совершении таможенных операций, сверх тех документов, которые установлены для представления при перемещении товаров, это должностное лицо таможенного органа требовать не может и не будет. Более того... Это из разряда кошмарить бизнес на самом деле. Да, да, в целях сокращения нагрузки на тот же бизнес, на участника внешнеэкономической деятельности. Здесь, в принципе, и до вот этой реформы таможенные органы, вообще система таможенных органов и законодательства так выстраивалась, что те документы, которые мы можем получить от других контролирующих органов, то есть мы их не запрашиваем. То есть если нам раньше требовалось в налоговые органы или в органы Россельхоза направлять какие-то запросы, получать информацию, подтверждать выдачу того или иного документа, сейчас это как бы информационный обмен, электронный информационный обмен, он позволяет... Все решить за годы. Да, да, за годы. Более того, те документы, которые мы можем получить от иных контролирующих органов, от тех же налоговых органов, мы их у участников внешнеэкономической деятельности не запрашиваем. Здесь также вот хотелось... Лишние справки и бумажки. Лишние справки и бумажки. Смотрите, я буду вас иногда перебивать, чтобы вам немножко так в конве побыстрее. Вот многие люди, да и бизнес-сообщество всегда жалуются на избыточное количество обязательных требований. Вот мы сейчас начали как бы об этом говорить, да? Здесь ситуация меняется. То есть здесь кардинально ситуация меняется. То есть те требования, которые раньше предъявлялись, и как по документам, которые нужно предоставлять при ввозе товара, при вывозе товара, при декларировании, оно как бы... Список уменьшается. Список уменьшается. То есть мы и проверяем, вот если брать там контролирующие, контроли после выпуска, то с проверкой, ради проверки мы практически вообще не выходим. Потому что мы выходим с проверкой только в том случае, если у нас есть признаки какого-то нарушения таможенного законодательства, если выявили какие-то признаки административного правонарушения или уголовного деления, или неуплаченные таможенные платежи, стоимость занижена. Только в этом случае мы выходим с проверками. И поэтому у нас практически получается... Ну, то есть, вот смотрите, вы начали говорить о рискоориентированном подходе. То есть вы заранее знаете, ага, вот с этими у нас может быть проблема. И тогда вы их проверяете более досконально. Да, да, более досконально. А более-менее... Добросовестные участники. У нас даже есть такое понятие. Добросовестные участники внешнеэкономической деятельности. Ну, здесь доверяем, но проверяем через границу. Да, периодически проверяем, конечно. Но у вас там мобильные группы на подхвате, на самом деле. У нас сейчас, да, созданы мобильные группы. Это связано с тем, что у нас, во-первых, республика Казахстан вступила в это на условиях ставок таможенных пошлин более низкие, чем у нас в Союзе. И поэтому вся продукция, которая через Казахстан проходит... Да, проходит, мы контролируем, проверяем. В перспективе у нас создается отдельное подразделение, которое будет исключительно заниматься контролем тех товаров, которые перемещаются из республики Казахстан, Киргизстан, на этом участке границы, и внутренний рынок. То есть, у нас внутренний рынок, он наполнен иностранными товарами. Не все эти товары... Контрафакт. Я начал с того, что более ста наименований контрафактной продукции, да, насколько я понимаю, многие там серьезных таких импортных марок, там, спортивная одежда, обувь, по-моему, у вас, двигалась в Москву через Самару Транзит. Да, ну, транзитных вот этих грузов мы очень много уявляем. Ну, конечно, мы и крайник перекрыли, и противодействуем вот этим негативным явлениям. То, что мы вот в последнее время столкнулись с тем, что вот с сопредельных республик у нас вал идет контрафактной продукции, то есть более там 100 тысяч единиц у нас только за прошлый год, и в начале этого года уже было выявлено порядка 12 тысяч единиц спортивной обуви, в конце года буквально 17 тысяч единиц. То есть весь контрафакт, он идет на внутренний рынок. Да, внутренний рынок. Поэтому контроль, безусловно, мы за этим будем осуществлять, потому что контрафактная продукция – это ущерб, во-первых, не только ущерб правообладателю, но и ущерб государству, и потребителю, который получает товары низкого качества. Мы вначале поэтому сказали, что реформа реформой, но нарушать закон никому не позволим. Хорошо. Вот, кстати, есть отдельный же раздел, посвященный коррупции в реформе, но здесь главное – это отношение между инспектором и подконтрольным. И чем меньше между ними связок, тем ниже будут коррупционные составляющие. Поэтому здесь создание в перспективе центров электронного декларирования, электронных таможен. Все это как бы проще будет, и контакта практически с инспекторами не будет. Более того, при осуществлении фактического контроля у нас сейчас ведется и фото, и видеосъемка. Даже вот те мобильные группы, мобильные комплексы, которыми нас обеспечили, они оборудованы всем необходимым оборудованием для видео, фото, съемок, которые позволят нам контролировать должностных лиц, которые несут свою службу, осуществляют контрольно-надзорную деятельность. Я бы сказал, что здесь тогда и коллектив нужно подбирать сотрудников таких как-то по особым критериям, чтобы соблазну не поддавались. А то, если мы все время будем говорить, ну вот он не смог, он встретился с подконтрольным и не выдержала у него душа, пришлось у него пойти на должностное преступление, это на самом деле тоже не совсем правильный подход. Хорошо. Заканчивая буквально два слова о межведомственных взаимоотношениях, потому что на самом деле одни вы на страже границы все равно не стоите. Это и МВД, и пограничники, и остальные. Здесь мы очень эффективно взаимодействуем и на границе, и на внутреннем рынке с МВД взаимодействием. Основное это управление противодействия коррупции и экономической безопасности МВД России по Самарской области. Очень эффективно по пресечению ввоза сельскохозяйственной продукции, которая под санкции подпадает с Россельхознадзором. Вы действуете только в связке. Только в связке, только в взаимодействии со всеми иными контролирующими органами. Ладно. Хорошо. Спасибо вам большое, что пришли. До свидания. Будем дальше надеть, что граница у нас на замке, и все вот эти нарушения будете пресекать. Вам тоже спасибо, что пригласили. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!